вот пока проходил контроль пропустил электричку ну ничего зато ускуточек будет небольшой со станции лазерская а впоследствии планирую встретить поезд не какой-нибудь не московский какой-нибудь московский наверное неправильное сравнение московский это московский имею ввиду что не как обычно московский а другой а другой потом увидите в ролике полноценном а пока станция лазерска пока прогуляетесь просто покажу вам здание вокзала в очередной раз если вдруг вы по него забыли судя по всему поезд будет приходить на третий путь как раньше назывался третий путь к узкой платформы платформа была действительно такая узкая что прям просто не знаю стоишь и кажется что ты сейчас прихватит собой поезд проходящий скорый поезд номер 79 архангельск адлер прибывает на второй путь то есть мы с вами не заметим как будут выходить люди но возможно если не получится я дождусь когда до момента когда польза отправиться перрон останется и пассажиры все сошедшие в станции лазерская пойдут гулять сторону выхода ну что вот такой получился маленький маленький лоску точек смотрите какие олеандры красивые у нас тут растут цветут и пахнут денек солнечный отличный в общем все классно адлер архангельск ну я так понимаю что время они это путь 2 думал что стоянка хотя бы долго дольше будет вот такие дела будем встречать поезд но это совсем будет другая история ребятки поэтому конец этого лоскутка привет со станции лазерская ждите ролика знаю знаю вам не хватает катастрофически не хватает улицы колораж кто-то прилетел каша уже здесь приятно знать а чё не заходите не пощадь из кадра шучу в общем показываю всем улицу колораж маленьком маленьком скотке из лазерского иду сейчас в район платформы андаданса там наша подписчица маленькая екатерина будет танцевать ну и планируем с ней ролик снять правда для канала андаданса вот сколько тут байкера приехал смотреть какие тачки крутые ямаха прям как мой только большой очень сейчас обернусь в том направлении там гиртополь ну и вот так вот покажу вам улицу колораж лучах солнца сейчас самое классно ту сторону показывать а на этой стороне находиться утром как раз все наоборот там через через не по 370 было акция кстати забыл не пришел не купил но вечером набрал абрикосов стас наверно интернет тянет в общем вот так вот макс тоже на боевом посту да и владимир тоже тут кстати открылся магазин вина я не знаю что это за вино я его никогда не пил ну вот знаю что он открылся такой зелененький фермерское вино называется марка прачечная для гостиницы он никуда не уходит добрый день добрый день все на месте отчет принял доклад точнее доклад принял на месте все хорошо все я спокойно пошел дальше макс там сидит густит ничего сейчас мы его развеселим выписывается наверно с девушкой ну а я нас дачу один тапок снял расскажи что такое упал танцор диска ну все увольняю да 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 это другой канал поэтому я могу выступать полюбов на море смотрите что творится класс красота на небе не облачко вот такой вот лоскоточек пойду макса бить ну что я уже снял теперь сниму лоскуток для вас для вентого канала я сейчас на берегу речки физио отцы ну понятно что вы этот ролик увидите не сегодня скорее всего это будет уже завтра имеете ввиду что сегодня водичка в речке много тепле чем на море море 16,6 если не ошибаюсь а в речке 22,6 почувствуете как лица разница мальчик из фильма бриллиантовая рука вот с сачком ловит рыбу что-то рыбе поймать можно вполне реально так ну вот и его периодически гоняет люди облюбовали берега руки а я покажу вам немножечко пляж Багратион хотя в дневном обзоре вы его уже видели вчера с ним правда в дневном что-то башню построил когда же такое было чтобы вот это вот место я называю его иногда полуостров Крым иногда Камчатка так только называют короче чтобы оно было такое свободное люди в море практически сегодня не купаются ну по понятной причине да вы вчера не купались ну я купался я с утра купался и скажу им что с утра была вода впала ну даже ничего да заходить было прохладно сначала даже холодно а потом буквально несколько минут и я плавал как их тяндер и был доволен состояние воды мне очень даже нравилось пляж за море в этом ролике захватывать я не буду я планирую сегодня может быть во второй половине дня как немножечко освобожусь сейчас у меня в двенадцать сетей через несколько минут уже буквально во второй половине дня планирую прогуляться по улице речной ну и показать вам все красоты пляжа за море ну и наберной соответственно тоже поэтому как-нибудь потом ну этот лоскотуз тоже ну это и к полноценному обзору нет чем-то наверное он похож на полноценный обзор пляжа Багантион но не в полном объеме скатера, катамораны, каталки, моталки все тут, как ли, все есть и даже ребята на берегу в смысле на ручке смотровой крайне внимательно народ, конечно, в основном сейчас загорает но кто тупаться не хочет почему-то я не знаю почему здесь уже ни во что не играет а не играет тут кто-то, кто-то все-таки залазил и тут в воду они просто не знают какова ее температура обратите внимание здесь какие-то лежачки вот такие тут вот и внутри и снаружи что-то с пляжем холодненьким идет регант ну такой вот фрагментик с пляжа Багрицовым предлагаю поездочки в горы, на водопады все что хочешь вам предложить напитки есть цены хотите узнать? пожалуйста я вам скажу нормальная такая цена относительно не, ну наверное Шузенг тут 100 рублей наверное и самое дорогое то что я видел в этом году ну в прошлом году были пляжи с более дорогими пляжами все всем пока всем до новых встреч я пошел поехал домой дела сделаны потом пойдем вот такой вот лоскуточек я не прошу не я не прошу я не прошу не я не прошу направляюсь на ней чепало с гостю ну в гостю и в полилан вот на пореже порежный рейс обык к стороне Это малышка точек, а тигурочка точек по улице Паларас пришел на противоположную сторону, здесь чуть-чуть веселый момент потихоньку, посвободнее пройти хотя бы можно. Сегодня я замутал на улице Паларас, такие появились маленькие пятнушки, напоминающие разметку. И конечно, так, слепко на все это смотри, потому что знаю, что разметка не сбывающая фишка везде, она никуда на себя далась. Наличие желтой линии тоже никого никогда не смештало, как и сейчас, причем самое интересное, что эти машины стоят порой с двух сторон, я уже в нормальном ролике показывал, и очень часто весьма проблематично проехать, в том числе скорой, ну к этому у нас как-то привыкли, что ли, я не знаю, не всем профи бы вообще, не знаю. Сейчас, мы займем с вами в парк, ну а там еще немножко, чуть-чуть, и все. Никс Галай-Лайка, Инна Кур, 5 июля, и бутылка, я тут снимала. А потом еще бутылка какого-то числа будет, в Кавказе, вот, в стороне. Машинок много, луги много, полярнеры по-прежнему цвету, я же вам показывал неоднократно. Еще раз покажу стоянку, Андрей оставил свой номер телефона, звоните и возможно поставить. Она не крытая стоянка, а то вот здесь вот есть, тоже крытая. Кстати, написано, да, вот, пожалуйста. Тут не так много мест, конечно, но они крутые, если вдруг град, не дай боже. Такое бывает крайне редко, за всю мою жизнь он, ну, в таком исполнении он был один раз, и то я под него попал. В этом году чудесно, наверное, никогда так ранее не цвели олеандры. Я в каждом ролике то же самое говорю. Там, вон, народ наблюдает черепашек. Там достаточно много, они плодятся, размножаются, судя по всему, что у них там хорошо. Хотя я думаю, что они там будут мучиться. И еще пока цветут на минуле, кстати, встречаются еще и бутончики. Такие не распустившиеся. Ага, мы на центральной аллейке. Немного сейчас повеляем тут, и увидим на улице Павлова. Счастье. Вот так он выглядит, когда плетишь, паришь и кричишь. Центральная аллейка. У меня еще когда она была такая маленькая-маленькая, как отдельные пальмочки. И тут какая-то башня. Говорю, что это была, наверное, полная башня. В этом месте доказалось, что это мельница. Не знаю. Кто это был, на самом деле, я вам не скажу. Еще немножечко осталось зеленого места. Это подъем прямо на хуже железной дороги. Так я хотел, чтобы его было побольше, если честно. Чтобы можно было просто тут сидеть в кеночке. Сослушать птичек. Они как живут. Камос. Вот как она стоит там, на центральной аллейке. Красиво. Очередной тир. Это мельнули. Помните? Я показываю ему ее. Не знаю, как она красиво цвела. Сейчас просто какое-то непонятное зеленое дерево. Парень там учащает водоем. Ничего, он будет запаять детей. Это мои деньги. Видишь, что это? И того. И того, как говорится. Так, ну а я уже вынцепал его. Здесь вот немножечко изменилось. Было тракцион. Парень сплавателем такими катамаранами. Это делается. Пропал. Убрали ее. В этом году его нету. А Людам нравилось, насколько как он декоратик. Радик так катался. Так. О, я уже опаздываю. Прошу прощения. Я опаздываю. Поэтому из-за линии орештика ничего не просмотрим. Ну, как-нибудь я еще раз обязательно здесь прогуляюсь. Скажем, то есть у меня уже здесь 220-2550. Это то, что я успел заметить на ходу. Сейчас пойдем. Броду не бровьте. Ну, до старта, естественно, я без разрешения снимать не буду. Поэтому как бы так. Извиняйте. Все. Всем до свидания. Всем пока. Ну, еще один вот катак, который уже попал, я уже мешаюсь. Талалай. Окей. Все столики практически заняты. Водей уже много. Ну, почему столик от места там есть свободный? Иду в сторону пляжа. Смотрю, что там, как там. Вот эта установочка. В Датском королевстве. Время тоже мне по полторы тысячи. Ну, еще, а еще столики недавно были две. Судя по перечеркнутым вот этим вот. Только есть цифра там. Но тоже тут недалеко. А ты куда надо довезти? Не, ну, конечно, довезти. Я взял себе, на всякий случай, палочку такую. Вручалочку. Большую. Ну, дополню. В основном, сейчас видите, учитывая то, что температура морского в воде несколько прохладная, скажем так, прохладная прям, то народ больше шарится. Кто самый хитрый, кто смотрел мои ролики, те отправились на ручку. А кто-то не смотрел, кто-то просто гуляет. Кто-то идет на море, кто-то не знает. А кто-то уже был. Кто-то гуляет, кто-то смотрит по сторонам. Ну, я сейчас... Да, перечал, ага, дуга. Я закончу. Ем этот ролик. Ну, все вот все. Обычно в это время народ где-нибудь на пляже, на солнышке. Хотя посмотрим, что-то сейчас люди на солнышке там. Все снимаются в районе перечала. Тетер. Тетер прибывает. Бананит. Типа-кипа. Ну, они нормально на пляже, смотри, здесь сколько народа. Конечно, тупающихся заметно меньше. Заметно, прямо. Ну, есть даже детвора, они плавают. Смотрите. Ну, пока на трех полных удались и плавают. Какие дела? Друзья, сверхоприленные бананчики. Не забывайте подходить, смотреть свои фотографии под зеленым светиком, ребята. Друзья, на черном из бананчика еще есть свободные места. Кто еще желает совершить прогулочку на канатчике вместе с нами, подходите к нам в зону проката. Приобретайте билетик и обидите билет. Я поднимаю, открою от Феникса, и вы получаете 500 рублей скидку. Для полета на парашюты. На удалении до 2 километра от берега. 2 километра от берега. А когда так? Куродакт или работают в море, вы наблюдаете. Куродакт, куродакт, это прикольная вещь. Я не буду вместе с нами. Подходите к нам в зоне проката. Вот такие дела. Вот такие дела, друзья мои. На этом я заканчиваю этот лоскуток. Всем я до свидания. Ну, в этом случае, до свидания в этом лоскутке. По скопку, по скопке. И откроем туда. Опа. Ну-ка я пойму. Друзья, наш желтый смелец в правой стороне от причала совершает полет. Вы наблюдаете? 3 человека подходят к нам. Обратите внимание, как высоко летит наш парашют. Выше всех хороших пациентов. Желтый смелец. Вы проводите по на зоне проката. Записывайтесь на парашют на международных. Смотрите, капитаны, какие должны быть обучены, и чтобы вот это вот с вами не подусыплись. Вот это вот все. Мы бы согласились. Мы уже друг друга чувствовали. Здесь вы его полетали. Проходите с ним. Тут все, другая скачуха. Тут все, другая скачуха. Напоминаю. Всем пока. Лоскуток из моря. Уже отправляемся обратно. Сзади названам. Ролик, конечно же, уже снят. А вот лоскуток будет пораньше, наверное. Идем в сторону берега. Идем, точнее, идем. Снимаю вот еще и с поломчу палочки повысить, чтобы был другой ракурс чуть-чуть. В общем, все увидите. Девушка волнуется. Лазаревская на горизонте. Парашютиков нету. К сожалению. А ведь были. Вот такой вот лоскуток. Из открытого моря. Виды замечательные вообще. Вот такие вкусняшки я люблю. Все эти разные. А это маленький-маленький лоскуток, друзья мои. Просто иду по набережной. Я сто раз вам ее показывал, уже эту местность. Вы уже знаете, все тут на свете прям полностью. Полностью-полностью. Где Ольга стоит наверняка знаете. Ну, лоскутков можно. У Владимира появился конкурент. Ну, Владимир, мне конкуренция, как говорится. Ольга на боевом посту или она на обеде? Нет, на боевом посту. Лейбольда. Русский Диснейлен. В Сочи парк. У них всегда что-нибудь новенькое. У них всегда что-нибудь новенькое. Так что приходите к Ольге, она здесь. Перерыв на обед. Ладно, пошел я дальше. Ольга очень дружелюбный человек. И всегда с удовольствием поделится с вами информацией. Вот она сама себе такая добрая-добрая. Так, что у нас? На пляжах мы ходили, на бананах мы катались. Я вам все это уже показывал, снимал. Кофе. Вот эти вот симпатичные такие вот зоны отдыха. Ну, отсюда их плохо видно все равно. Ну, кстати, они не того. Не заполнены эти бунгардов такие. Что-то свободно. Там, ближе к морю, которые те, те свободы были заняты. А эти нет. Потом покажу. Я их уже показывал, в принципе. Макс, наверное, еще не работает. Ох ты. Тут было окно. Я думал, господи, окно появилось. Столовая Тополь уже работает. Не так давно она была закрыта. Ох, вот эти вот бумажки, которые дают мухать, это просто полный пипец. Я вообще недоволен ими. В плане того, что народ просто берет эти бумажки и разбасывает по всем улицам. Они у нас везде-везде валяются. Вот честное слово. Некоторые кидают лунные. Слава Богу, спасибо им за это. А некоторые везде подряд кидают. Удобки кончили? Макса нету. Михаил на месте. Привет-привет. Ну, один и тот же. Ты видел, что там конкурент какой-то появился на надежной только что? Да, ничего страшного. Без конкуренции не произошло. Да я и сказал, что ты вне конкуренции уже. Спасибо, спасибо. Да, приходите к Владимиру. Всех хорошего дня. И ему там кодовое слово какое-нибудь скажете. Какое-нибудь полностью. Море, море. Всего хорошего. И все будет хорошо. У нас так часто бывает. Когда кто-нибудь один что-нибудь начинает делать, и все. Все сразу повторяют. По себе знаем. Ну, все, друзья. Такой вот лоскоточек. Сегодня лоскутков уже. Насобиралась немножечко. На коротенький ролик да будет. Побежал, потому что компьютер у меня работает. И днем, и ночью прямо он просто, я не знаю, бедненький. Очень устает. Ухожу, грузится. Прихожу, грузится. И еще раз напоминаю для всех. А что я напоминаю этот? Ну, если вдруг я выложу этот ролик на Ютубе, то имейте в виду, что на Ютубе грузится очень тяжко. Поэтому у нас двиг по времени значительный. Очень даже значительный двиг. Порой в неделю, а потом даже бывает и больше. Так что имейте в виду, что те ролики, которые с полной датой, то есть написано там, допустим, 01.01.01. Нет, 01.01.24. То значит, это 1 января. Если нет таких такого, то это ролик снимался накануне, не в этот день. Обратили внимание на полосочки, вот эти беленькие точечки? Скоро будут сплошнее. Посмотрим. Ну, как я уже говорил, наверное, даже в этом ролике на Скотковом, в самом начале, предыдущем, я не возлагаю надежд на то, что эти линии будут работать. У нас они не работают. Всем пока. Или еще один из Скотков будет. Включил камеру, болтаюсь. Точнее, не включил камеру, болтаюсь сам с собой. Лошара Микантара, блин. Чурную кошку я, возможно, вам уже показывал. Теперь у нее появились собратья. Вот такие вот, жемчужные такая, видите, красивая, красивая. Дельфинчики. Вот это, вот кто? Это клещ. Ну что вы клещ? Ну, я что сказал? Надежда Константиновна. Я хотел задать вопрос людям, спросить, что это такое. Не буду ее растирать. Все, знаете, это Надежда Константиновна испортила мне ролик. Утканусы. Какие-то лисы, я не знаю, что это такое. Добрые собачки. Есть какие-то с хвостами белочки. Этот зверь вообще мне неизвестен. Капибара, вот, мне бы сказали. Это вот ракушка. Ядра чисто изумруд. В нее сажается этот краб-отшельник, вот этот. То есть, это композиция такая вот. Ну, там морские звезды, еще всякие такие. Крокодилы, коралловые, еще какие-то другие. Вот вы, наверное, уже все видели, я показывал. В общем, как-то так. Да, есть во внимание. Ну, вот. Старая Шуя. Ивановская область. Семья Уваровых. Семья Уваровых. Спасибо, семье Уваровых. 40 градусов. В ближайшие два дня эфиры и ролики будут отсутствовать, ребят, потому что, потому. Хотя должен этот ролик выставить на Ютубе, тоже в основном канале. Ладно, я сейчас расскажу. Тоже, это просто лоскуток для Дзена. Хотя нет, я его выставлю тогда на Ютубе тоже, тогда уже получится. Огромнейшее спасибо. Человеческое. Пойду. Это, так понимаю, бальзам, да? Бальзам. Все, пойду лечиться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok